Всем привет! За многолетнюю практику своей тренерской деятельности я встретился с таким явлением, как эффект первого тренера. И сегодня мы поговорим об этом. Эта тема будет важна для родителей. Они узнают, насколько важна роль первого тренера для их ребенка. Будет интересно спортсменам. Они смогут оценить свою подготовленность, свои недостатки, недочеты, которые, может быть, были заложены раньше. И проанализировав их, вырасти, то есть пройти дальше. Ну и тренерам, чтобы не делать каких-то простых ошибок, так как они закладывают в новичков тот фундамент, который поможет им расти дальше. Рождение маленького спортсмена начинается с того момента, когда он первый раз пришел в зал и встретил своего первого тренера. Вот здесь не имеется в виду физический возраст. У него начинает тренироваться все, как у новорожденного, да, то есть в первые, скажем так, занятия, ну и первый год обучения. На это очень сильно влияет отношение самого тренера, его требования, ну и дисциплина там и так далее. Во многом играет роль пример старших товарищей, как они относятся к тренеру. Ну, например, ну, я с детства занимался разными видами спорта и, ну, посещал разные секции с самого раннего возраста. И нередко встречался с таким явлением, когда за глаза там тренера, ну, не уважали, либо ребята выходили, например, со спортивного зала, там начинали курить, материться там. И, скажем так, старшие товарищи, они подают пример всем молодым, всем начинающим, те смотрят, ну, и как бы равняются на них. Часто наблюдается такая картина, что спортсмен, дошедший до определенного уровня, скажем, там, перворазрядника, переходит либо в другому тренеру, либо в сборную команду, да, для дальнейшей эффективной самореализации. Не надо забывать, что он несет весь тот багаж, или тот фундамент, который в него заложил первый тренер. И если этот фундамент был, ну, скажем так, ветхий, да, то есть с какими-то пробелами, то на нем надстроить очень сложно потом. И эти ошибки, они тянут его вниз постоянно. Ошибки, кстати, могут быть самого разного характера. Начиная от технических ошибок. Самое распространенное – это боец держит руки низко. Сколько ты бы ему ни говорил, если у него это уже закреплено, если с самого начала не было поставлено тренером, да, то все время он, ну, со временем он их все равно опускает. То есть выходит боец, он говорит, руки подними, ну, защищать голову, чтобы, да, чтобы не пропускать, ну, много ударов. Он их поднял, через какое-то время он все равно их опускает. И то же самое, что если с самого начала было неправильно сформировано отношение к команде, правильное отношение к тренеру, к тренировкам, да, к спортивному, здоровому образу жизни, к распорядку дня, то это тоже мешает спортсмену расти. И это, эти, кстати, проблемы, они более, их сложнее выявить и, ну, сложнее устранить, чем технические пробелы. Помимо проблем с посещением тренировок, существует много разных сложностей. Это, например, общение в команде, то есть, ну, социальная такая среда, общение с тренером. Вот многие же ребята, они закрыты. То есть, вот он проиграл, например, либо там, ну, какие-то у него проблемы, да, он пропускает тренировки. Ты начинаешь с ним беседовать, и он просто, ну, не открывается. То есть, и ты не знаешь, что у него происходит. И если, скажем так, ну, мои воспитанники, с самого начала которых я вел, у нас нет каких-то барьеров, секретов, да, то есть, и тебе легче потом помочь этому человеку, да, в каком-то смысле, то есть, он тебе говорит о своих, там, страхах, каких-то препятствиях, которые ему очень сложно, у каждого же свои. Таракан в голове. Кстати, хуже всего, когда у бойца не было своего одного тренера, ну, или постоянного тренера, и он, как, скажем так, как цыган, ходил по разным секциям, по разным клубам, и, ну, как бы, нахватавшись везде всего, ну, пытается как-то это связать, выступать. Что хочется сказать по этому поводу? Во-первых, им никто серьезно не занимался, потому что тренер заинтересован только в своей команде и в тех постоянных воспитанниках, которые у него занимаются, тренируются. И могут рассматриваться такие ребята лишь как, ну, таким словом можно назвать легионеры. Для повышения эффективности команды на выступлениях, на соревнованиях могут взять разовые, ну, разовые выступления какие-то. И каждый тренер знает, что исправить технически закрепленные ошибки очень сложно, а исправить отношение к тренировкам, к тренеру, к команде еще сложнее. Доверие и общение с тренером, как часть психологической подготовки спортсмена, очень важно в тренировочном процессе. Может ли спортсмен рассказать тренеру, да, о своих проблемах и страхах, чем сформировать полную картину его подготовленности и помочь ему, ну, преодолеть вот такие вот проблемы. У себя я не раз проводил дискуссии со спортсменами, которые приходили от других тренеров, по поводу, ну, того, что они пропускают тренировки. И, ну, приводил пример ребят, которые у меня тренировались и стали заслуженными мастерами спорта, мастерами спорта международного класса. Очень важен принцип постоянства. То есть они постоянно на тренировках, никогда не пропускают. И что бы я ни говорил, как бы я ни давил на таких спортсменов, ну, и любая небольшая причина, и они их опять нет на тренировках. И я, глядя на них, понимаю, что они просто так привыкли. Они у себя так тренировались. Это заложилось у них с самого начала. Ну, и им очень сложно поменяться. После очередного проигрыша на каких-то ответственных соревнованиях они обещают, ну, мне и себе, что они будут ходить, тренироваться, что в следующий раз они порвут. Но их хватает ненадолго. А почему? Потому что эта привычка так заложилась. Итак, подведем итог. Начальный этап – это один из самых важных этапов в жизни спортсмена. Здесь у него закладывается все. Отношение к тренировкам, к тренеру. Вот как раз пример старших товарищей. Если нет уважения, то он не будет потом... Он будет также относиться к своим тренерам, к тренеру, к тренировкам. Что говорить, если бывали случаи, когда посещение тренировок были или старшими товарищами в нетрезвом состоянии, либо даже самого тренера. И это все равно пример. То есть отношение к тренировкам, к залу и вообще ко всему. Вот. Поэтому это очень важно, как он сформируется, спортсмен, и как он будет в дальнейшем двигаться и расти дальше. И если спортсмен, скажем так, сформировался неправильно, то это станет серьезным препятствием к его дальнейшему росту и к спорту высших достижений. Однажды родители нашли для своего ребенка хорошую школу, и утром дед взял его и повел на занятия. Когда они зашли во двор, то дети, выбежавшие из этой школы, увидев, начали смеяться над ним. Какой смешной старик. И начали его обзывать. Дед посмотрел на них, взял своего внука и сердино сказал, мы не пойдем в эту школу. Отведя его домой, под опеку бабушки, пошел искать школу своему внуку. Он заходил в разные школы. И всякий раз, когда прозвенит звонок, он наблюдал за детьми, которые выбегали во двор школы. Они то смеялись над ним, то не обращали на него внимания. И он всякий раз разворачивался и уходил. К концу дня он уже очень сильно уставший, зашел во двор маленькой и небольшой школы. И прислонившись к ограде, стоял и ждал, когда же закончится урок. Когда прозвенел звонок, выбежали дети. Вам плохо? Или вам принести воды? Услышал он тонкий голосок сзади. Это к нему обращалась маленькая девочка. У нас во дворе есть скамейка, вы можете там присесть и отдохнуть, сказал подошедший мальчик. И когда вышел учитель, дедушка сказал, вот я нашел лучшую школу для своего внука. Учитель возразил ему, вы ошибаетесь, сказал учитель. Она такая большая и тесная. Но старик не стал с нас спорить и ушел домой. А когда он рассказал обо всем дома, дочь сказал, отец мне грамотный, с чего вы взяли, чтобы получил лучшая школа. На что старик ответил, по ученикам узнают учителей.